Напряженная остается ситуация и в Донецкой области. Там находится Ирина Баглай. Ира, здравствуй. Кто сегодня попал под обстрел? Да, Наташа, террористы ДНР продолжают обстреливать из реактивных установок залпового огня ГРАД позиции села ТО в районе Дебальцево, ближе к селу Никишино. Этой ночью обстреляли и само село. Что примечательно, мирные жители давно покинули Никишино. Его большую часть оккупировали террористы, вторая часть села под контролем украинских военных. И, видимо, террористы не жалеют в этой войне и своих. Боевики готовятся к наступлению. Под постоянными обстрелами и Донецкие аэропорты села Пески. Дважды за эти сутки боевики после артобстрела пытались штурмовать аэропорт, но украинские десантники снова отразили атаку. Террористы ДНР не только обстреливают минометами Пески, ведут активную разведку. Только за последние сутки мы увидели там несколько беспилотников, запущенных со стороны оккупированного Донецка. И сегодня же бойцы АТО получили зимние подарки. 10 тонн гуманитарной помощи в штаб АТО привезла супруга президента в рамках благотворительной акции «С теплом в сердце», инициатором которой и выступила Марина Порошенко. Для солдат украинской армии закупили 2000 комплектов зимней одежды. Это и термобелье, и берцы, и спальные мешки. Пахнет, в принципе, кожей, а так... Я уверена, что это не остальные такие теплые караваны. Мы обязательно будем еще довозить, чтобы все наши хлопцы были в тепле, подягнуты и защищены. Пока что, Наташа, это вся информация на данный момент, и мы продолжаем следить за ситуацией в этом регионе. Спасибо, Ира. Ирина Баглай об обстрелах с Донецкой и пригородом. Ирина Баглай об обстрелах с Донецкой и пригородом.